Вопрос только один. Они любят Господа. И меня спрашивают, а что, баптисты они Духа Святого не имеют? Откуда я знаю? Если они уверовали во Христа, значит, Дух Святой подвинул. Ну а дальше они не идут пути в церковь-то. А уверовать никто не признает Господа, как только Духом Святым. Значит, они признали Иисуса как Спасителя, умершего за их грехи. Все. Я их беру как патриарх преподавать в училище православное. Все. Иначе избран вместо предопределен к этому. То есть слово избран вместо определен к этому. Как и к Иеремии говорит Бог. Прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Иеремия 1.5 И сам Павел говорит в одном месте. Когда благоволил Бог, избравший меня от утробы матери моей. Галатам 1.15 Далее не напрасно говорит он, призванный. Ты теперь остановись. Прямо идешь вперед, ты не чувствуешь, что тебе непонятно. Скажи, ты избран или нет? А тут у рода матери написано. Ты знаешь, что от у рода матери избран? Ты это можешь сказать о себе? Я могу сказать. У меня это во всем проявлялось. В школе, учился, когда в техникуме. Я там все время проявлялся. А скажешь, а в чем проявлялся? В тяге к молитве. Вот представь, я учусь в техникуме строителям. Колледж называется. Нас отправляют в Усть-Каменогорск, Казахстан. А там направляют в тайгу строить лесопильные заводы. Это людям жилье надо строить. Все. Утром встанем, и прямо около бараков, которые построили, медвежьи следы на снегу. Рядом. Среди ночи я один поднимаюсь и ухожу в тайгу. Один. Ну, недалеко. А ели вот так вот разлаписто, и эти последние ветки, они прямо до земли. Я на ветке коленями становлюсь и молюсь. Молюсь тому, кто вот эти звезды сотворил. Такое красивое дерево, эти горы. Я не могу назвать кто. Его я не слышал, Библия слова не видал, не слыхал. Ночь. Один. Звезды. И я только один уходил. Я спрашиваю тебя, ты ходил так? Ну, никто не назовет. Я свое избрание знаю с детства. Я видел небо расколотое. Когда оно раздвинулось, я не поднимался до третьего неба. Но я его видел расколотое, раскрылось, и потом оно закрылось. И когда я услышал, что говорят, что в этот день видела моя тетка в другом месте, я тогда матери ей сказал, я тоже это видел. Я думал, что что-то со мной не было, однако это в другое время. То есть в это же самое время, но в другом месте, и это тоже еще один человек видел. Ну, тогда я сказал, я тоже это видел. Я знал свое избрание, я слышу гул в земле. Бог дает понять, как вот эти вещества, которыми питаются ягоды, все, как эти витамины из земли идут, и я их слышу, я упал, и помню, к земле прислонился и слушаю. Вот где-то что-то жгли. Мне, ну я уже большой был, отцу несу обед, мне уже лет пять было. Это уже самостоятельный человек, считай. И дым. И я в это время думаю о кончине мира. Вот это я очень четко представляю. Как кончина мира, мать говорила, как загорится небо и земля, как мертвые воскреснуты. Это она мне говорила. И я плакал, дым идет, дым, дым, просто дым застилает окрестность, где-то что-то горело. Ну весной. А я в это время стою, один к отцу иду, я остановился, помню дым, и я плачу. А я не спасен. Мне на сердце положено, я не спасен. Я только одно думал научиться, как молиться за едино умершего канон. Тядька и мамка умрут, а я за них буду молиться. То есть у меня вера была, но она вера была без научения евангельского. И вот обыкновенный дым. Ты спроси, у человека, у ребенка пятилетия, вызовет ли такую ассоциацию с кончиной мира и загорится небо и земля? Ну ты найди одного человека мне, найди. Я рассказываю, как у меня в тюрьме было, ни у Глеба Якунина, которые сидели, священники. Он говорит, даже такого не слыхали. Дверь открытая, и охранники с двух этажей собираются у одной камеры и слушают почти два часа. Это каждый день занятия веду. Да мы, говорит, такого даже не слыхали. Это Бог сделал избрание, что я им неправильно распорядился. Что я не святой. Ну, это вопрос другой совсем. Это мое. Но мое избрание, оно подтвердилось тем путем, которым Бог меня повел. Он все время меня, Бог, прожигает, перетирает, топит меня. Он не хочет быть таким, какой я есть. Ты это считаешь? Я вот читаю эти слова. Я их сразу к себе применил. Ты применяй, сынок, их к себе, эти слова. Можно? Евангелие, заговори с тобой, с твоим языком и жгучим. Вот Игнатик сейчас сказал. Ну, я вспомнил, что по детству. Мы с отцом шли, мне было лет пять, наверное. Он из части, в сторону дома. Мы в Апочке жили, Псовская область. И вот у меня была почему-то вера в такое, что человек должен жить вечно. Я понимал, что человек умирает, а я считал, что это неправильно. То есть, не знаю почему, но вот с самого детства такое у меня представление было, что человек должен жить вечно, а смерть это просто как-то неправильно. У меня было желание изобрести таблетку для жизни. Ну и в результате, когда я уверовал, я понял, что на самом деле так и есть. Человек должен жить вечно, а смерть это просто временное явление. Вот это с детства я помню, что у меня было прям несогласие со смертью. Но у тебя ложный путь был, понимаешь? Тут у тебя ни Бога, ни Христа, а не умирать нигде. Это путь безбожника. Я знал, что я умру, и я буду в аду. У меня прямо от Бога это было. Я умру, и я буду в аду гореть. Это какой пятилетний? Я не вор, не блудник, никто. Но я знал, я умру, и я буду в аду. Потому что Христа-то нету. Я уже чувствовал, что я грешник. Я грешник, притом абсолютно погибший. И мне ничего не поможет. У тебя совершенно ложная была поняла. У вас мама учила, вас учили, верили. Кто меня учил-то, никто не учил. Говорила мама об Азии. Об Азии, да, тогда говорила. А мне вообще никто не говорил, не об Азии. А ты просто чувствовал, понимал, что это несправедливо, а дальше никакого выхода нет. Оно неправильно. Ты должен был понимать, что я должен умреть сегодня. У тебя это не от Бога. От незнания было. У меня это было от Бога. Я чувствовал, что я грешник, и я буду в аду. Я тоже хотел сказать про это. У меня тоже это с детства было, как у меня здесь в Барновле дед умер, 9 лет мне было. И потом мне было явление, ну, кто-то в образе деда, и что-то мне говорили о вечности, я не знаю дальше уже. И я начал тогда задумываться с 9-летнего возраста, как вечность. И до такой степени у меня это желание узнать об этой вечности, что вечно жить главное, что человек должен жить вечно. Я ко всем приставал, никто ничего не говорил. Вокруг одни безбожники, что мама, мама, помню, слезами заливается, меня обнимет вот так вот, слезы, а что меня вот так вот. Сынок, мы все все равно умрем. Я говорю, мам, ну мы же как-то можем жить всегда, чтобы не умирать. Нет, мы все умрем. И у меня такая даже злость возникала на все это. Как мы все умрем? И я тогда в 14 лет, мне там устраивали день рождения. И опять какой-то день рождения, и у меня вдруг такой настрой страшный к этому, вот этому дню рождения. Я понимаю, что это какая-то не светлый день, а чернота. Я говорю, мама, сегодняшнего вот этого дня рождения, вот сейчас, говорю, пускай все уходят. Всех разогнал одноклассников, никто ничего понять не может. Я говорю, все, шабаш, ни одного дня рождения больше, чтобы меня не праздновали. И с тех пор, вот уже, с 15 лет, ни одного дня рождения я не праздновал больше. Потому что день рождения, это путь к смерти, но никак не к жизни. Дата к смерти, что еще на год... Но, Бога я не знал, это однозначно. Ну вот, о вечности я получил предсказание. Вот именно от образа деда был. Он уже умер, как где-то, наверное, год. И я был в Аи, в пионерском лагере. И он прям является мне, подошел ко мне и начал мне что-то говорить. А я вот так на кровати сижу и слушаю его. Мне странно, главное, он какой-то другой немножко. Не тот, что был при жизни такой строгий. Он всегда веселый был, меня любил, тетешкал, задницу целовал. А тут строгий, и вот он мне о вечности рассказывал. Я думаю, что это только мог ангел как-то быть в образе, чтобы мне что-то рассказать. Ну, может быть, что-то было и об Иисусе Христе. Потому что у меня на сердце лежало, что Иисус Христос, это само добро. Это вот какой-то такой добрый человек, который от него одно добро. И всегда, когда рассказывали, я говорю, до такой степени, я говорю, что, наверное, его откуда-то послали нам. И вот, чтобы он только добро делал. Потому что люди-то все злые. Вот это Игорь Добунов. Вы его сейчас увидели. Вы заметили, что его сегодня на богослужении не было? Да. Я увидел тебя, и первый вопрос, думаю, я спрошу, как он отреагирует. О, так ты еще не умер. Такого не бывает. Когда он здесь был. Хотел спросить, думаю, как он заулыбается. Да скажет, да нет, заново воскрес. Это обновление тебе идет? Организмы? Обновление? Ничего, ничего. Да у меня оно постоянно после Колымы, это обновление, как зима. Жалко, конечно. Да терпи маленько. Сегодня, послезавтра день пребывать уже будет. Теплее будет. Он простыл там. Ну, спасибо, Господи. На доме. Да у меня дом, первый этаж теплый, а второй холодный. А мы работаем тут, туда, сюда. И вот, и... Ну, Володя как-то выдерживает, а я уже что-то спекся. Так, ну давай. Так, как слово у него было. Сколько времени у нас? Ну, мы до двух у нас. С пол первого до двух сидим. До пол второго? Ну, до двух обычно. Десять минут на болит вас. Ну, давайте без десяти два закончим. Хорошо. Быстро вы хотите переключайтесь. Далее не напрасно. Так. Так как... Давайте прочитаем. Призванный к благовестию Божию. Так как слово у него было к тщеславным, то и внушает, что он достоин веры, как посланный свыше. Самое же благовестие называет так не по-совершившемуся только... Что-то я запутался. Сразу какая-то. Ну, слово он... Так, Михаил, на, читай. Он не может проснуться. Да не проснуться, делай, дайте, читай. Покажи смирение. Считай. Я хочу с какого момента показать, читать. Вот с этого, с далее начните. Без переключаться мы уходим в другую тему. Ладно, Валерий, подреми пока. Далее, не напрасно, говорит он, призванный и избран в благовестие, так как слово у него было к тщеславным, то и внушает, что он достоин веры, как посланный свыше. Самое же благовестие называет так не по-совершившимся только, но и по-будущим благам. А именем благовестие тотчас утешает слушателя, ибо благовестие содержит не печальное что-нибудь, каковы предречения пророков, но сокровища небесных благ. У меня всегда вопрос, постоянно я повторяю, как это можно было не видеть, когда в церквах-то Евангелие-то были. Идите по всему миру и пропадайте Евангелие. Почему они молчали-то? Они не читали. Так они сейчас молчат. Вы священники, архиереи, они почему народ-то к этому не призывали? Как читали-то? Читали на непонятном языке. Ну так я согласна. Они не знали. Люди вообще не знали, им не говорили, распространяйте Евангелие-то. На днях, Володя, у нас кора тут колет дрова, это и кора береза. Это он берет, и на коре вырезал, и посмотрите, как красиво. Да, правильно. Но видел, раскол показывает, протопол по вакууму, сколько написал, и потом бросали листовки. Да если бы к этому были расположены, они бы могли завалить всю Россию березу, а береза, она не портится. Это настоящий памятник. Да еще как-то они могли бы маленько чем-то давить, не просто карандашом. Я хотел еще вспомнить, я в Бийске жил, когда, около прям храма вот этого Успенского, я там рядом. И все нам рассказывали, что вот там рядом с храмом никогда не ходите. А мы пионеры, помню, в галстуках все бегали там по улице-то, вот безобразничали. А там у них рапица сетка была, и меня все время тянуло туда смотреть на них. А там они ходят, эти, ну, монахи там кто-то, ну и сами священники, послушники. И я подбегу в эту сетку, вцеплюсь и смотрю на них. И они вот рядом ходили. Я думаю, а меня никто не хватает, ничего. И никогда ни один ничего не сказал. Ходили, а мы кучей надцепляемся, еще за мной толпа придет. А потом нам это, узнали, кто зачинщик всего, меня. И начали еще больше пугать. Потом, ты смотри, мать, я больше не ходил туда, все, испугался, больше не ходил. Но никогда никто ничего со мной не говорил из них. Более того, в Одессу приехали уже по турпутевке. 89-й год. Уже все, уже Библию даже сюда из Швеции прислали. Знаете, трехтомник вот этот вот, который у нас, Лопухина, он уже был. И в Одессе уже в этой семинарии, семинаристы там все, ходят все и рассказывают о кладбище, там этот похоронен, там тот, эту часовню, там тогда-то построили, тогда-то построили. И ни один семинарист ничего не рассказывал на духовную тему. Я о Библии спрашивал. Не знал. Вообще ничего, ноль. Никаких разговоров не было. Никакой там о Христе. Просто о Боге даже разговоров не было. Вот смотрите, мы в Боровлянке. И маленькая девчонка вот такая за нами увязалась, а потом мы узнали Настя звать. Я с ней маленько поговорил, Настя, ты как? Скажи, ты увязалась за нами на велосипеде? А мы-то идем пешком. И она вперед бежит. Этот дом закрыт, и никого не было. А мы бы же заходили в ограду, а вход-то с огорода не видать. Опять бежит вперед, опять забегает на встречу. А тут есть, заходите. Мы сюда. Теперь мы закончили, надо на другую улицу, а тут здание, школа, прочее. Надо объезжать далеко. Мы только туда объехали. Маленько погодя, она появилась. А я велосипед от Олисы бросил и перебежала к вам. Она за нами бежала, и впереди нас бежала, и людям успевала что-то сказать. Мы выходили, а люди уже к нам на встречу идут. Ну, она у нас есть, в фотографиях, мы там ей даем Евангелие и прочее. И главное, народ, никто не пришел, она одна оказалась на всей деревне. Настя, кто с нами был еще? Какой Боровян был. Вот Михаил был, Володя знает. Видите как? Еще в одном месте точно так же было. Дети, девчонки, маленькие. Я не знаю, это лет по 8, наверное. Идут, я с ними разговаривал, скажи-ка, это такие помощники, трое, как они увязались, да впереди меня бегут. На той стороне, на этой они все знают, кому сказать, эти на работе сегодня их дома нет. Там только старая бабушка. А вот здесь вот пьет сильно дяденька, он злой такой. Я туда уже не захожу и иду. Это помощники. Сердце ребенка, оно откликается. Мы поехали, вся деревня молится. Понимаете, как это можно было не видеть-то, вот это не знать. Вот Климента Ахридского, у него школа была детей, 3 тысячи детей. Эх, Климента Ахридского, кто его знает, спроси. Но у нас отменки половина Ахрифина его не знают. Кричать будут, орать, а Климента Ахридского никто не знает. Идите и проповедуйте Евангелие. Обстановку сегодня уже невозможно изменить. Вот говорят, демографическая проблема, пфу, слово поганое. Ну я на их языке говорю. Ее изменить, как пишет Дмитрий, говорит этот Смирнов, в священниках, отец Дмитрий, можно чтобы так, чтобы в каждой семье было не меньше 8 ребятишек. Реально это? Конечно. Даже у Глушкова еще только 7. Еще одного надо, только минимум. Дошли до минимума. Мясом кормите все. Но ясно дело, что ей никогда не будет. И поэтому нигде о демографии разговора нет. Потому что Бог ни к тысяче детям не благоволит никому, а к исполняющим воли его, Серахову, говорит. И Бог не смотрит на возраст. Он смотрит на любящее сердце. И к этому надо призывать. А много или мало, тебе зачем считать это? Комаров еще больше, чем люди в Китае. Но еще из этого комарами остались. А благовестие это есть благовестие Бога, то есть Отца, и потому что даровано им, и потому что делает Его известным. Ибо хотя Он известен был и в Ветхом Завете, однако и одним иудеям, но и им неизвестен Он был как Отец. Впоследствии же через благовестие Он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Вот это первый стих толкования закончили. Благовестие Божие. Комментарий нету там? Есть комментарий. Так считай. На что священники злятся? Это мои комментарии. Некоторые комментарии. Это какой? Первый том? Это второй том. Второй том. Давай. Сегодня священники называют свое богослужение божественной службой, божественной литургией, а блаженный Феофилак называет божественным благовестием. Я ничего не сказал. То, что есть, и показал. Они называют божественное служба, божественное литургией. А апостол говорит божественное благовестие. Я просто высвечу и склоняю к тому, что подмена произошла словами. Это благовестие другими словами заменили, и как будто никто не видел. Это другое совершенно значение слова-то. И он не сам относит этот эпитет к проповеди, но так говорят и Писания, и Святые Отцы, и Соборы. Благовестие это есть благовестие Бога, через благовестие Он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Цитата из Сфеофилакта. Люди установили особый порядок, ритуал, через который привлекают людей в храмы к себе. Через ритуал. Но ни через требы, ни через богослужения, самые пышные, самые торжественные, люди не могут уверовать сознательно во Христа. Как они? Попы меня никогда этого не простят. Но опровергнуть тоже они этого не могут. Бог установил определенный порядок обращения. Сеяние семени, то есть проповедь Слова Божия. Затем, палив дождем, слезами раскаяния и получение дара Духа Святого, благословляющего на труд. Благословение не у архиерея. Это без нашего благословения, как сейчас были у вас, чтобы никуда. Дух Святой благословляет. Дух Святой, а не ты. Человек, у которого неизвестно, есть ли вообще вера. Так, опять цитаты повторяются. Благовестие это есть благовестие Бога, через благовестие Он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Всей Вселенной. Тысячелетие христианства на Руси. И когда сегодня говоришь о значении проповеди, о том значении, которое ей дал сам Бог, Создатель Вселенной, то абсолютное большинство священнослужителей и не слышали об этом, и не знают этого, и противятся этому. Почему? Не слышали, не знают и противятся. Ужас, страшно не бывает. Причина в том, что они сами никогда не были обращены через благовестие. О, причина. Они мертвые, они не знают пути Божия. Как раз и простят такое? Это мертвый патриарх, мертвые епископы, мертвые священники, которые не через благовестие пришли. А знают обряд. Они профессиональные служители религии, без Духа Огня. Дух Святой, коснувшись сердца у веровавшего человека, вызывает у него торжественное благоухание этих слов, сказанных блаженным Феофилактом. Повторяется опять цитата. Благовестие – это и есть благовестие Бога. Через благовестие Он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Вот видишь, как я издал? Вот эти слова, посмотри, они жирным, выделены и подчеркнуты в тексте. И когда сегодня священникам говоришь, говорят, а у меня есть блаженный Феофилак, но там этого нет. Как же нет? Ну нет таких слов. Когда он посмотрел, да как же, оказывается, есть. Я их вычленил, усилил комментарием и подчеркнул, вот оно как здорово выделяется-то. И поэтому Евангелие стоит на полке, в кармане, оно не трогает его. С блаженным Феофилактом на полке. Но когда я дал небольшие комментарии, небольшие же, вот видите, 297, они буквально как будто сорвались от цепи. Они стали криветать, все рвать. Мы сжигаем эти твои Евангелия. Это не мое Евангелие, во-первых. А во-вторых, я ничего не добавил. Я просто сказал, что если божественное благовестие, то они через божественную службу. Так что, не нужна служба? Нужна. Но Павел говорит, меня Бог послал не службу вести, не крестить, а благовествовать. Он прямо о крещении упоминает. А вы не крестите, не благовествуете, а портачите только. Мокрой ладошкой хлопит по мозгам и отшиб мозги. У меня есть такой ролик стоит, 5Б. Б, вот так показывается, вот Б. Это буква Б у глухонемых. Это старобряческое перстное знамение. 5Б, без которых никто не войдет в царствие Божие. Б, Бог. Без Бога никак. Б, пересчитай, Библия. 3Б, благословение. Б, благовестие. Б, будущее. 5Б, без которых никто не наследует жизнь вечной. Как? Хорошо. Это моя наработка. Так я понял и так действую в своей жизни. Без этих 5Б никто не наследует жизнь вечной. Ни без Бога, ни без Библии, ни без благословения, ни без благовестия не достигнет будущего. 5Б. Б вот так показывают. Б. Ну, глухонемых там. О, С, так вот, С. Я, буква, так. То есть у них на пальцах все показывают. А это как раз Б. Вот Б. Останавливается, говорит, а мы так делаем. Так у вас Б это служит, это что, богателям. У вас не для чего. Библия, многословение. Кто не знает этого, кто противится этому, тот никакого отношения не имеет к православию. О, они не простят и этого мне никогда. Ибо он противится самой сути православия, выраженной болгарским архиепископом, в этих торжественных и призывных словах. Опять цитата из Феофилософии. То же самое я повторяю пять раз, увеличиваю размером, делаю жирным, потом подчеркиваю, я ее буквально вдалбливаю. Так вы понимаете, вы как зомбируете человека. Мне один говорит, считай, а что такое зомбирует? Ты хоть слово-то это знаешь или нет? Откуда ты его взял-то? От друга друга. Я тебе это слово повторяю, как Господи помилуй, чтобы он помиловал. Вы сорок раз, Господи помилуй, зомбированный не считаете? Притом это сорок раз, не один раз. Почему вы считаете, что я себе три раза его повторил, но самое больше пять раз? Четыре раза. Четыре здесь. Четыре раза. Уже зомбирование. Так слова-то какие? Которые надо воплотить и оживотвориться. В этих призывных словах. Что хотел сказать? Подожди, тогда людей поднимай глаза, учите. Дело в том, что здесь надо дочитать цитату. Я полночитаю, что-то она уже хотела сказать. У кого будет слово, то первой молчи. Ты что, не считал никогда? Апостол Павел говорит, у нее есть слово, говорит, а первой молчи. Он не сказал до конца тогда, давай, гони, что там заряжено у тебя, автоматная очередь. Ну, Павел так говорит? Ну, не к этому, по-моему, говорит. Ну, не к этому. Ну, все-таки написано такое? Ну, похоже, согласен. Ну, давай, говори. Когда Игнатихович говорил, почему они это не делают? Почему? Он постоянно об этом говорит. Почему не делают они то, что читают? Почему не принимают? Почему не благовествуют? Как написано в Слове Божьем. А в основном-то потому, что они, когда учат все, читают все на славяне. На мертвом. Славяне, в идеале, ты не знаешь. Мне священник один говорит, как, я не знаю, да мы с матушкой там изучали, он знает. Я говорю, ты хорошо знаешь. Ну, давай, я тебе сейчас скажу по-русски, ты можешь перевести? Переведу. Вот давай, а как раз у Никиты было. Я шагнул и не заметил одной ступеньки. Наступил на собственный шнурок и упал, и поповское рыло, или нос там расквасило в пол. Переводи. Он глаза вот такие на мне вытаращил, я ни одного слова не знаю. Наступил на шнурок, он не знает. И споткнулся, упал и расквасил носа в пол. И все, ты ничего не перевел. А если я знаю немецкий язык, я тебе сейчас каждое слово поставлю. Притом я буду переводить синхронно. Если я знаю японский, а сейчас же не отставай от него, кто говорит. А ты не можешь даже дома, даже за год не переведешь эти слова. И в словаре даже у этого нету, у Григория Диченко. А там 1350 страниц словарь. Они ничего не знают, и поэтому злятся на пустом. А раз на пустом, злоба не подтверждается ничем, кроме человечества. И поэтому она бесплодная, даже злоба у них. Злоба имела бы обоснование, если, то она бы вылилась в чем-то. А у них ни в чем не может вылиться. У мусульманина, она обоснована, отрезать голову. А это даже отрезать голову не может. Раньше рассказывали анекдот. Мужик вышел и кричит, спичек нет. Дожились. Мыла нет в магазине, когда по квиткам-то. Ну и опять дальше. Я пришел вчера, хлеба нет. Два мужика стояли такие, одетые культурно. Подошли, мужик. Да если бы раньше так ты говорил, тебя бы сейчас к стенке и шлепнули. Он сразу подошел. Вот дожились, даже шлепнуть нещик. Он противится самой сути православия, выраженной болгарским архиепископом в этих торжественных и призывных словах. Мы уже читали, еще раз прочитаем. Благовестие это есть благовестие Бога, через благовестие Он, Бог, вместе с Сыном открылся всей вселенной. Понятно? Через благовестие. Как можно эти слова было не видеть? Через благовестие, не через службу, не через воскорбление, эти поганые слова. А то окормляют, а священник окормляет. Ты открой словарь, окормляет, а имеет смысл только один, отравляет. Окормили человека, то есть отравили его. А он, говорит, окормляет. Но такое есть. Это имеет в виду, причащает. Выходит, ваше причащие, не причащие, чем-то ты другим их кормишь, если ты окормляешь. Но ты открой словарь Ожегова, Даля. Вы чего новые слова-то придумали-то? Если человека выгнали из работы, то говорят, что уволили за штат, ну там, уволили. А здесь почислили. Такого слова-то даже нету. Почислили на покой. Почислили. Как местный архиерей был, говорит, у него, говорит, сегодня такой там торжественный день, но скорбная очень дата такая. Я говорю, а что случилось? С архиерея приехали все священники. И зачем? Утешать его. Это утешает обычную невесту, когда она приговоренная уже идти. А что случилось? До 50 лет ему исполнилось. И священники приехали архиерею утешать. Вообрази, слово к архиерею утешать. И сколько они, ну, мои родственники там работали и все, полмашины только пустых бутылок вывезли. Все. И даутешались, и утишились, и утишились. Да, у архиерея-то искушение-то какое было. Я говорю, какое? Да-ка там, говорит, знаете, какие бальзамы, вина-то купили, а они что-то слишком теплые. Он решил их маленько подхолодить-то на улицу-то, а панамари украли и выпили. Да там, говорит, такое искушение было. Новосибирская епархия. И архиеписком Гедеон. Уж что ж на то пошло. Докукин фамилия его. Вот докучали, как они ему. Ну, что? Закончили. Все, а не стих первой главы. Молодца. Ну, последующие стихи вот так. Да, в дальнейшем. А там, короче будут? Это просто вот начало такое. Отлично. Ну, что, заходите и кто? Бери. Помоли. Ведущие. Следствие, конец. Где он? Игорь, ты видишь, что тебя ждут? Кто у вас ведущий-то? Давай, я помолюсь. Давай, ты помолись. Давай. Давай. Продолжение следует...